Всем привет! Анни Лорак поделилась воспоминаниями и условиями работы с Константином Меладзе. После того, как Анни Лорак перестала работать с Юрием Фалесой, она начала сама писать песни и выстраивать творческий график. Как и многие другие украинские исполнительницы, она на время попала под опеку Константина Меладзе. Продюсер помог записать певице-композицию «Верни мне любовь» вместе с Валерием Меладзе. Однако постепенно Анни поняла, что Константин смотрит на нее не только как на артистку. «Костя испытывал ко мне симпатию», — говорит Анни. «Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как нужно и как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития, они мне не подошли». В какой-то момент он мне сказал, «Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность. Ты должна делать все сама». Потом он просто оборвал все трубки телефона и запретил всем знакомым со мной общаться, — поделилась Анни Лорак. Ведущий Борис Корчевников в своем шоу попробовал расспросить Анни Лорак об условиях, которые ей поставил Константин Меладзе. Но певица аккуратно ушла от ответа, лишь в общих красках описав ситуацию. Она сказала, «Я не хочу о них говорить. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы, на что ты готов пойти ради популярности и известности». Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артисткам. «Они были готовы, а я нет», — отметила Анни. Также певица отмечает, что роль любовницы никогда не была ей интересна. Например, она отказалась однажды от отношений со знаменитым украинским футболистом Сергеем Ребровым. Именно из-за этого. «После одного музыкального фестиваля, куда меня пригласили, была вечеринка. Там у нас с Сергеем возникла взаимная симпатия. После он стал искать номера моих телефонов. Когда мужчина одержим и хочет, то добивается своего, но когда он добился, то вдруг понял, что не готов. Сергей предложил мне роль любовницы, которой я не была готова, поэтому чувства не получили дальнейшего развития. Это был не мой путь. Когда я это поняла, то сказала себе, «Так не будет». И оборвала все попытки общения. Конечно, мне было сложно, призналась Анни Лорак в телешоу Корчевникова. А с вами был канал Гарик Талисман ТВ. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. У нас всегда самые свежие новости шоу-бизнеса. Спасибо за просмотр. Пока-пока.